23 сессии Измельского городского совета, которая продолжила свою работу 6 июня, рассмотрела принятую повестку дня из 14 вопросов за 2 часа. В адрес мэра и фонда коммунального имущества прозвучали обвинения в непрозрачности проведения процедуры приватизации. Секретарь горсовета Евгений Пондик объяснил, что ряд конкурсов приходится проводить повторно из-за отсутствия участников, либо из-за того, что участвует только один субъект. И подчеркнул, приоритетный сегодня план по пополнению бюджета развития, ведь город должен участвовать в софинансировании строительства и ремонта дорогостоящих объектов, на которые выделяются средства государственного бюджета. Депутат Георгий Дубенко поднял вопросы в списке объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и о том, почему не все они прошли через обсуждение на исполкоме городского совета. Мэр Андрей Абрамченко пояснил, что в перечне впервые включены объекты, которые признаны бесхозными, и объявил за это благодарность начальнику фонда коммунального имущества Виктору Митюкову. Сессия утвердила кадровые изменения в составе исполнительного комитета. По предложению городского головы в состав исполкома был введен Дмитрий Филипчук. Несмотря на некоторые высказывания против, мэр сказал, что предлагать кандидатуру членов исполкома – это все-таки его прерогатива. Депутат Анатолий Фуфаев заявил о создании новой оппозиционно-депутатской группы «За Измаил». Секретарь курсовета Евгений Пондик назвал ее «деструктивными силами». Вчера, в том числе и группой «За Измаил», так называемой, я называю это «деструктивными силами», было проведено секретное совещание. И целью сегодняшней всей своей работы на сессии был, ставилось это срыв сессии городского совета. Так я вам хочу сказать этим деструктивным силам от себя и лично свою позицию. Дальше вы все поймете. У нас в субботу было совещание с губернатором. Не секрет, что давно нас уже приглашают в нашу команду Одесской области. Это примерно 8 человек вместе с губернатором. Ближайшее окружение, куда я хожу и я. Нас приглашают уже для работы в Киев. Но мы для себя приняли решение, что и следующую президентскую кампанию, я буду работать в «За Измаиле», и губернатор будет работать в Одесской области. Поэтому дестабилизировать ситуацию в городе, ни я это не допущу, ни губернатору. Если вы хотите идти на дестабилизацию, поверьте, вы получите адекватный ответ. Наталья Михайлова, Веб-студия Курьер.